Что такое вообще русофобия? Почему мы путаем русофобию с антисоветчиной? Русофобия это, знаете, как в педофилии обвинить. Ну то есть, было-не было, поди там, докажи-раскопай, но сам факт, что на кого-то ярлык наклеен, все от него уже не отмыться. Осадок уже. Никогда. Осадок. То есть, это, в принципе, одна из тактик геббельсовской пропаганды. Заклеймить, обвинить в чем-то таком ужасном, что, в принципе, бездоказательно доказывать особенно не нужно, и оставить человека жить с этим ярлыком, уже его тем самым дискредитировав. Любые попытки как-то критиковать государственные устройства Российской Федерации или Советского Союза, которые были всегда людоедскими, прям скажем, немедленно влекает обвинение в русофобии. Хотя, мне кажется, что многие из тех, кто позволяет все антисоветские высказывания, они делают это из сострадания к русскому народу, который являлся всегда основной жертвой всех режимов. Я бы вообще поднял дискуссию о том, что такое русофобия, и насколько термины вообще патриотизма и русофоба у нас в стране используются по назначению. Мне кажется, очень многие люди, помогающие власти оправдываться, или оправдывающие власть за определенный гонорар, вот настоящие русофобы, потому что они увековечивают жертвенное положение русского народа, не дают народу вылезти из грязи, забивают ему баки всякой ересью, ослепляют его, оглушают его, заставляют его дальше продолжать какое-то существование в хлеву, и эти люди настоящие русофобы. А патриоты, с моей точки зрения, это ровно наоборот люди, которые пытаются из каких-то, может быть, интеллигентских комплексов или еще что-то вывести народ из этого состояния, людей вывести из этого. Народ, это такое немножко слово, конечно, шаблонное и чуть-чуть презрительное, людей. Вывести людей, проинформировать их, раскрыть им глаза на истинное положение вещей, объяснить им, что они находятся в положении угнетенных. И самое обидное, что их угнетают. Ну, у нас сейчас такое смещение понятий, потому что те патриоты, о которых вы говорите, те, кто как раз этим занимаются, они у нас называются пятая колонна, национал-предатели. В общем, если тебе не нравится твоя родина, как у нас любят говорить, вали отсюда. Это все логично. Если ты хочешь как-то эту родину улучшить, то давай мы тебя лучше на всех случаях посадим, или машиной собьем, или еще что-нибудь такое сделаем воспитательного характера с тобой. И это как раз понятно. То есть до этого надо осознание дожить, но когда ты понимаешь, что люди, которые оккупировали средства массовой информации и власть, они сознательно подменяют понятия и навешивают как раз на людей, занимающихся просветительской деятельностью, ярлык, и выжигают на них клеймо русофобов, именно потому, что это лучший способ, в общем, все переврать и исказить, и выбить у них почву из-под ног. То есть русофобы себя называют патриотами, а патриоты называются русофобами. И поскольку у них есть полное... Ну, так же и есть, да? Да. Звучит немножко придурочное в моем исполнении, но так оно и есть. Но поскольку у них тотальное доминирование в СМИ, черное можно смело назвать белым, белое — черным, и люди, которые, в принципе, на повседневной основе заняты просто выживанием и возделыванием огорода, у них нет ни ресурса, ни доступа к информации. Они просто принимают эти правила игры. Они принимают это как есть. Ну, а для, в принципе, декомфортного существования людям, кроме картошки, нужна еще какая-то система более-менее координат. Друг, враг, вождь. Вот у них есть вождь, вот у них есть враг, и это им позволяет дальше обрести какую-то почву под ногами и в этой системе дальше грести. То есть не пытаясь разобраться в том, почему их существование полуголодное и почему они с поколения в поколение возделывают одни и те же шесть соток, и у них, собственно, больше ни на что и не хватает.